По выниках рейдовых проверок с початку года с упрацовниками областной инспекции оховы живёльного и растительного света выявлено 14 порушений природооховного законодавства. Правооховниками заведено 8 криминальных справ. Алянова такие меры отказности не спыняют браконьеров, которые лечат, что природные богатства безмежные и ими можно корыстаться так, как захочется. Уже подчас не растут рыбы, когда дозволяется выходить на валовьем только из одной воды, были зафиксованы факты браконьерства. У жителя Залузья, Жабенковского района, было изъято 6 сетей общей протяжённостью более 250 метров. И у жителя агрогородка Федоры, Столинского района, было изъято одно электронное ловильное установка, как называется среди рыбаков электроудочка, один бредень и одна строга. За данное нарушение, нарушителям придётся выплатить штраф в размере 1350 рублей. За такие гроши можно было бы набыть в магазине рыбу лепших гатунков и ласоваться её вельми долго. Аля у этих людей, по некой причине инший погляд, на сдавалася обзвыклые и объективные речи. А вось у рыбака-аматора с 30-ти годовым стажем у Владимира Мыльника, подыходы рыбалки больше философски, як нам подалося. У нас беда рыбаков в том, что в основном все хотят поймать рыбу. А я еду не за рыбой, я еду на рыбалку. Но это не я придумал, это такой есть образ мышления. Супрацовники областной инспекции аховы живёльного и рослинного света ещё раз догадываются, что не раз рыбы в Брестской области будь одолжится до 18 мая. У ГТШ расславить можно только одной водой, за одним крючком и не заходить в воду. А мониторинг за выконанием природооховного законодавства специалисты инспекции будут вести постоянно. В настоящее время государственные инспектора проводят мониторинг практически всех водоёмов фонда запаса Брестской области. Как показывает статистика, снижение правонарушений по сравнению с прошлым годом на 11%. Что говорит о проводимой профилактической работе и проведённой в 2019 году акции по добровольной сдаче запрещённых снастей.